Всем щербет дорогие друзья! Продолжаем топовые обзоры на не менее топовые фонари и сегодня в моих загребущих руках Olightseeker 2. Новиночка 2019 года, но как всегда по традиции. Немножечко небольшое предисловие для тех людей, которые не в теме фонарей. И вот человек приходит в магазин, не знает что ему выбрать, видит там целые полки заставленные носимыми осветительными приборами. И вот человек думает, а какой фонарь светит далеко, а какой светит широко. Как правило люди отвечают, хочу чтобы и далеко и широко, но это очень дорого дорогие друзья. Далеко имеется ввиду где-то километр-полтора, это то что вы можете в руках вот так вот носить не напрягаясь, а широко. Это значит на где-то пределах 200-300 метров у вас просто включается день на некоторое время. Если вы, не самый конечно лучший пример, но что есть под рукой, да? Это лютый китайский Китай. Если вы видите вот такой маленький светодиодик и вокруг огромный рефлектор, он же отражатель. Это значит дальнобойный фонарь. Благодаря вот этому большому отражателю и одному диоду он фокусирует пятно, которое и остается пятном на даже большом расстоянии. Следовательно, такой фонарь кидает это пятно, этот ходспот, горячую точку на большие расстояния. При этом он может не обладать каким-то бешеным световым потоком. Он просто светит далеко за счет своего зеркала, так скажем. А если под рукой нет, вот попытаюсь сейчас картинку вам показать. Вот такой вы видите фонарик, где куча-куча-куча-куча-куча натыкано много светодиодов. Такой фонарь скорее всего будет светить широко и очень ярко. Просто заливать все светом там где-то на расстоянии 200-300 метров. Он будет вывозить за счет мощности, за счет количества люмен, за счет количества светодиодов. Поэтому под свои задачи выбираем себе примерно фонарь, это определить довольно-таки легко. Бывают там всякие средние позиции, ни туда, ни сюда, но об этом уже как-нибудь в другой раз. Почему такое предисловие? Да потому что этот фонарь Lightseeker 2 это карманный прожектор. Что же такое карманный прожектор? Давайте разберемся. Их приехало сразу два. Это обычная версия Seeker 2 и Limited Edition. Вот такие две симпатичные коробочки. Кстати, Light немножко поменял свою упаковку. До этого была такая прозрачная коробочка, в которой так все было очень плотно уложено. И честно сказать, просто какая-то пытка, дорогие друзья. Когда вы это все разложили, оно вроде так все классно, так все компактненько, так круто уложено. Но когда ты это все складываешь назад, а приходилось это делать, честно сказать, я ломал голову, как это все сложить назад, не всегда интуитивно понятно. Здесь все уже просто. Давайте посмотрим, чем хвастается наш производитель. Производитель всегда хвастается на коробочке. Потому что коробочка это лицо фирмы. Дальность 220 метров. Максимальная мощность 3000 люмен. Что довольно-таки много. Очень хорошая мощность. Вот здесь вот есть такие сухие данные по режимам. Всего их 5. От лунного до турбо указано понижение мощности. То есть степдаун, если мы включаем турбо 3000 люмен, мы понимаем, что фонарик, если перегреется, он снизит мощность до 600 люмен. Также вот и с предмаксимальным режимом тоже такое же происходит. Плюс время свечения. Здесь все показано. Можете нажать на паузу и более подробно с этим ознакомиться. Также IPX8 это значит, что фонарик можно погружать под воду до 2 метров. Ронять с полтора метровой высоты на дубовый пол. Кстати, вот почему-то тесты проводятся на дубовый, на досках. Хотя смотришь видео, каких там роняют с пятого этажа, поджигают. Понимаешь, что хороший запас прочности. Здесь идут размеры, вес и так далее. Тому подобное. Это коробочка из плотненького картона. Давайте сразу откроем, наверное, может быть и одну, и вторую версию. Не знаю, как-то рук вот так вот не хватает прямо у меня. Или откроем сначала все-таки элементированную. Интересно. Так. Вот эту проставочку, признаюсь, я уже вытащил заранее. Конечно же, я это все открывал, мацал, пробовал, щупал. Так. В коробочке, помимо фонаря, еще такая вот проставочка резиновая. Резиновая, где фонарь, собственно, так хорошо защищен при транспортировке. Каких-то ударов тут все четенько. Карабулька внутри у нас с различными... Давайте так посмотрим. Здесь магнитная зарядка USB, которая цепляется на торец фонаря. Так, раз. И вот здесь вот светодиодик. И когда идет зарядка, он горит красным светом. Когда он уже зарядился, он горит зеленым светом. Кстати, сразу, если я уже начал говорить про зарядку, здесь больше ампера у вас поставить не получится. А если честно, то там где-то 0,8 ампера зарядный ток, что, в принципе, не сильно много. Но я вот пытался своей 1,5 амперной зарядкой, и она вот так вот мигает. Это значит неправильный заряд. От ноутбука заряжается нормально. Там более низкий ток. Даже есть темлячок. Темлячок у Аллайта регулируется. Прикольно. Вот под ваш размер запястья, как хотите, можете его сюда вот в темлячное отверстие просунуть и сделать себе страховочную петельку. Инструкционы. Мы сейчас ее, может быть, кратко посмотрим. Ну, здесь есть русский язык, что радует. Поэтому вот он, прямой доступ к турбо-режиму. Но я бы вроде бы не запомнил все основные режимы. Поэтому попытаюсь вам без всяких инструкций все это рассказать и показать. Ну и теперь по самому фонарю. Давайте уже второй достанем, чтобы было у нас сравнение. Так, это у нас обычная. Обычный индишен. Вот он черненький. И такой вот гламурно-голубой. В обычной комплектации. Я, кстати, не заметил разницы. По-моему, все то же самое. Если я не ошибаюсь, конечно. Да, тоже темлячок. Тоже зарядное устройство. Ну, не будем доставать. Если оно одинаковое, то оно одинаковое. Он, кстати, доступен еще в цветах такого зеленого милитари цвета. И еще в каком-то. Вот четвертый цвет не запомнил. К сожалению. Вот, ребятки, такие два. Фокусируйся. Такие два красавца. Сейчас немножко замолчу. И просто их так вот перед камерой покручу. Первое, что хочется сказать. Это, ну, конечно, к качеству никаких вопросов никогда не было. Ко Лайту это одна из топовых фирм, которые производят носимые осветительные приборы. Тут, когда ты берешь в руки, понимаешь сразу, что это убер-качественная вещь. И никаких вопросов по изготовлению не возникает. Я вот хочу сказать, что схожие ощущения, когда наручные часы какие-то беру, знаете, там, швейцарские руку. И вращаю их, рассматриваю. Там стрелочки ровненько, там, меточки. Вот то же самое. Какие-то такие чувства. Ну, очень приятные. Плюс, что интересно, что здесь нет, по сути, никаких насечек. Но само покрытие, это что-то типа soft-touch. Вот оно такое мелко-мелко-шершавое, как нулевка, наждачка. Вроде бы, внешне кажется, что он гладкий, но на самом деле он очень шершавый такой. И невероятно приятный в руке. Но это тяжело объяснить. Через камеру не передашь это ощущение. Далее, здесь у нас плоский, вот такой вот плоская торцевая часть. Нужно понимать, что данная модель не тактическая. Чем отличается? Тактический фонарик, туристического. Краткий гайд, дорогие друзья. У тактических фонарей, ну или с претензией на тактичность, всегда присутствует торцевая кнопка для вот такого вот хвата. У туристических торцевая кнопка отсутствует, что позволяет их ставить вот так на торцевую часть, если нужно включать там какой-то лунный режим, но об этом немножко позже, и он будет вам там светить как ночник, ну к примеру. Плюс, вот эта часть у нас магнитная, фонарь легко магнитится на какие-то металлические поверхности, и вы можете спокойно примагнитить его там где-то в поезде на арку автомобильную, если там у вас колесо, допустим, спустило или что-то еще, он отлично держится. И вот в таком положении, и в таком положении, ну, если горизонтально, то металлическая поверхность должна быть у нас ровной, желательно. Допустим, к холодильнику, если немножко покатая, то может упасть. Вот так вот висит вообще без проблем. Теперь далее. Три светодиода, здесь установлены светодиоды XPL, если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь, три светодиода Cree XPL, которые имеют тир-линзу, а это значит, что свет, по сути, не фокусируется в одно узкое пятно, а он, как я говорил вначале, светит довольно-таки широко, то, что в совокупности с хорошей мощностью в 3000 люмен идет, дает очень комфортную световую заливку на не очень, да, таком прямо супер расстоянии, там на километры он не светит, но 220 метров, повторюсь, очень широкая засветка, дальше вы это увидите. Так, немножко разница в светах. На обычной версии у нас голубой безель, на лимитированной черный безель, это вот эта вот окантовочка. Также и окантовка кнопки на обычной версии голубая, ну, понятно, не будут они на голубом делать голубое. Тут уже выбирайте, какой вам больше нравится по цвету. Присутствует радиаторная решетка, нельзя назвать ее прямо развитой, но она есть. Это хорошо, потому что фонарик все-таки мощный, ему нужно охлаждаться. Также резиновый уплотнитель на своем законном месте. Почему? Потому что IPX8 фонарик можно погружать под воду. Если вы погружаете его под воду, просиликоньте, не забудьте, вот купите коробочку с силиконом, чтобы резьба у вас всегда была такой жирненькой, иначе может протечь. Замерьте качество анодирования на резьбе. Очень легко закручивается, не нужно, прямо вот попадаете с первого раза. Это очень классно. Если у фонаря не очень хорошее качество изготовления, будете резьбуток с трудом насаживать. фирменный Оллайтовский аккумулятор 21700. Повторюсь, сейчас новое поколение уже переходит на новые аккумуляторы. Они более емкие и по размерам не критично. Больше, чем аккумулятор 18650. Хотя емкость, как бы так, если 18650, честная емкость, максимальная 3500 мАч, здесь 5000 мАч, что довольно ощутимо повышает его время работы. Данные аккумуляторы фирменные Оллайтовские, здесь двойной плюс. Почему? Потому что магнитная зарядка должна работать с торцевой части. Вот здесь вот. Если вы будете использовать обычные аккумуляторы, видите, как здесь нарисовано плюс, вот сюда вот, в торцевую часть. Если вы будете использовать обычные аккумуляторы, фонарик на них работать будет. А вот магнитная зарядка, к сожалению, нет. Поэтому придется его доставать. Это, если, повторюсь, обычный аккумулятор какой-то сторонней фирмы. И ставить в обычное зарядное устройство. Кнопка здесь одна. Торцевой кнопки включения нет, повторюсь. Поэтому кнопка с электронным приводом. Давайте теперь по режимам пройдемся. Традиционное Олайтовское управление одной однопозиционной кнопкой. Здесь нет никаких там двух режимов, двух позиций. Но довольно-таки удобное. Итак, с выключенного положения, что мы можем сделать? Мы можем единожды нажать кнопочку, фонарик у нас включит. Включится на том режиме, который он запомнил, который был установлен до этого. Если мы с выключенного положения зажмем его на 2 секунды, то у нас включится лунный режим, Moonlight. А также, если с выключенного положения мы зажмем, минуем Moonlight и дальше продержим, фонарик заблокируется. То есть теперь его включить невозможно. У нас загорается красный индикатор, что он у нас не включается. Очень удобно. Не нажмется случайно в кармане, в рюкзаке, где-то там еще. Чтобы разблокировать его, нужно опять же зажать кнопочку. Все, фонарик разблокирован. Он включился в лунный режим. Понятно, да? Три действия, которые мы можем выполнить. Это включить фонарь, заблокировать и лунный режим. Далее мы включаем его, и единожды клацнув. И если нажали и держим, то он меняет как ступенечки у нас режимы. Раз, два, три. Три режима. Доступ к лунному режиму и доступ к турбо режиму. Просто так обычно вы не сделаете. Если вы включаете, да, у нас там средний, эконом, средний, яркий. Все, эконом, средний, яркий. На нужном режиме вы отпускаете кнопочку, он у вас работает. Все, выключаем. В турбо режим мы два раза, раз, два. Все, включается турбо режим. Строп, это у нас раз, два, три. Раз, два, три. Все, он пошел строй. Ой, 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 ой. Аж в глазах. Вот. Как бы все просто. Присутствует индикатор заряда батареи. Он у нас светится после включения фонаря. Сейчас светится зелененьким. Значит, фонарик заряжен. Повторюсь, 5000 мАч, дорогие друзья. Это хорошая емкость аккумулятора. Довольно долго у вас, вот здесь согласно таблице, он будет работать. Если будет гореть красный, то значит уже пора заряжать. Ой, 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 ой. Немножко так замазал. Там ладошки вспотели, его все время в руках держать. Ну что, вроде бы все сказал. Теперь самое время пойти да посветить. Погнали. Лунным режимом, сейчас я вам это покажу, можно читать книгу при магните в фонарик какой-нибудь железной поверхности. Например, вот так. Ну, вы понимаете, да, что лунный режим нет смысла показывать где-то на улице. Это там ночник, палатка, темное купе, свет дома выключили. Там под одеялом почитать книжечку, типа такого плана. Здесь у нас три полноценных режима и турбо, получается так. Вот самый маленький из них, который там вдалеке, коррентин, в метрах 150 окошки светятся. Ну, я не особо, думаю, им помешаю. На экономном режиме гараж возле меня, ну, пять метров. вот эти вот объекты. Дальше 15 метров. Комфортно идти, светить по лесу, под ноги. Заметьте, что здесь нету никакого бокового засвета. Весь свет практически это ход-спот, пятно, комфортное. Камера что-то не хочет. На ближней и средней дистанции идем, светим, все отлично видно. Нету приковывающего взгляд вот этого яркого, как шаровая молния, пятна, после которого вы смотрите влево-вправо, ни черта не видите. комфортный свет, спуститься в погреб, я не знаю, выйти на огород. Но далее не посветишь особо. И это понятно. Следующий режим. Это уже вот, смотрите, улица без фонаря, улица с фонарем. Просвечивает вперед метров на 30. Вот объекты мы видим даже дальние, вот как забор вот этот вот, или что это такое. Ну, вижу, что объект, то ли гараж, то ли стена. Какой объект, конечно, рассмотреть тяжело. Скажем, этот режим, эта работа уже средняя дистанция, повторюсь, вверх. Ну, до самого конца дома можно просветить здесь 12-этажный дом. Тут уже комфортная, очень широкая засветка идет. Хорошо все видно. Камера, конечно, не передает этого. Всегда и глазами видно лучше, чем на камере потом вам, зрителям. Ну, извините, как есть, так и есть. Давайте следующий режим. Это предмаксимальный режим. Видим уже, да, вот улица без фонаря, вот с фонарем. Тут уже вообще все хорошо, как бы. Вдаль светит тоже. Вот, без фонаря, вот с фонарем. Мне просто очень нравится вот этот вот свет без центральной точки. Настолько комфортный, настолько заливающий. Посмотрите, какой угол засвета. Угол шикарный просто. Вот, да, в бок все уходит. Ну, и турбач и наступил день, дорогие друзья. А, я понял, почему небольшой пар сейчас холодного на улице поднимается от фонарика без фонаря. Вот это с фонарем. И поэтому, наверное, может быть, потеет линза. На турбо режиме я чувствую, что фонарик чуть-чуть нагревается, конечно. Все-таки 3000 люмен это вам не алло. Вот на ближнем расстоянии. То, что я светил на минимальном режиме, вспоминаем, да? Могу опять показать. В минимальном режиме. В кучку высвечивал. И вот это в турбо режиме. В пределах где-то метров 25 наступает день. Просто день. Никакая кошка там где-то слева, справа никуда от вашего обзора не ускользнет. Вот никакая мышка не пробежит. Вот такие дела, друзья. Это был обзорщик еще разок с одноименного канала Фонарик Olight Seeker 2. Не забываем подписываться и поставить лайк. Также нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосики. Ну и в скором времени я сделаю обзор на улучшенную версию Olight Seeker 2 Pro. Все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok